Здравствуйте! В эфире еженедельное обозрение Седмица. С вами Валерий Гриценко. И сегодня в нашей программе мы расскажем о таких событиях культуры и искусства. Великий подвижник. 8 октября Православная Церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского. Кинодокументалистика как мировоззрение. Где проходит та граница, когда мировоззрение становится эстетикой, а реальность превращается в образ. Разобраться в киноязыке документального кино поможет гость рубрики «Чело и век». Выдающийся писатель, литературный критик, автор знаменитой трилогии «Семейная хроника» и сказки «Аленький цветочек». На этой неделе исполнилось 230 лет со дня рождения классика русской литературы Сергея Аксакова. Игуменом земли русской называли его современники и потомки. Преподобный Сергий Радонежский. Его иконами веками благословляли воинов перед сражениями. Именно у него ищут помощи и исцеления миллионы страждущих. Большинство русских святых 14 и начала 15 века были его учениками. Почему больше 600 лет одно только имя этого кроткого монаха вызывает в сердце любого православного христианина теплоту и священный трепет? Как ему удалось избавить нашу землю от монгольского ига и объединить Русь? О великом подвижнике, память которого православная церковь чтит 8 октября, в нашем сюжете. В первой половине 14 века возникла знаменитая Троица Сергиевая Лавра. Основатель ее, преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селении Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-чернорисца. Монах молился. Отрак подошел к нему и поведал свою скорбь. Старец, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал, «Возьми чадо и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на Отрака. Господь дал ему память и разумение, и Отрак стал легко усваивать книжную мудрость. После смерти родителей Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном поселился в десяти верстах от Радонежа в глубоком лесу. Братья рубили лес своими руками и построили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом Феогностом, осветил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашество с именем Сергий, около двух лет подвязался один в лесу. Однажды святой пустынник дал хлеба пришедшему к его келье медведю. И с тех пор зверь стал постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой последний кусок хлеба. Слава о нем распространилась и привлекла к нему других иноков. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена. Сергий долгое время не соглашался, но, видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал, «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». Святой Сергий подавал пример братья строжайшего воздержания и глубочайшего смирения. Слух о Святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту. Митрополит Алексей любил преподобного Сергия и готовил себе в преемники. Но Сергий отказался от этого избрания. Однажды митрополит Алексей хотел возложить на него золотой крест в награду за труды. Но Сергий сказал, «От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более я хочу прибыть в нищете». И решительно отклонил от себя эту почесть. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного Сергия как отца и просил у него благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. «Иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух своих иноков Пересвета и Осляпию, которые пали героями в Куликовской битве. Еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса и удостаивался великих откровений. В Париже состоялось открытие выставки «Коллекция Морозовых», шедевры современного искусства. Это крупнейший за последние годы культурный проект, реализованный в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Музеем имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей. Открытие выставки неоднократно переносилось из-за пандемии и состоялось через год после планируемой даты. В экспозиции – работы из знаменитой коллекции братьев-промышленников Морозовых. Посетители смогут увидеть более 200 шедевров русского и французского искусства конца 19-го – начала 20-го века. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Мане, Поля Сезана, Агюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними будут картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой и Петра Кончаловского – любимых русских художников из собраний братьев Морозовых. Выставка продлится до 22 февраля 2022 года, а затем собрание Морозовых вернется на родину. Каждый человек – это отражение своего внутреннего мира. Далее в выпуске встреча с режиссером, который стремится отразить в фильмах историю своего народа, а значит сделать вклад в развитие будущих поколений. Нашу программу продолжает рубрика «Чело и век». В своем творчестве он отдает предпочтение исторической правде – документальным кадрам, говорящим о жизни без диктора. Многие его фильмы погружают зрителя в историю прежних поколений и заставляют поразмышлять о нынешней жизни. Сегодня мы побеседуем со сценаристом, режиссером-документалистом Борисом Креницыным. Борис Креницын – режиссер, сценарист, член профсоюза художников-графиков, член Союза кинематографистов Российской Федерации. Окончил отделение художественной графики Московского государственного педагогического института имени Ленина. С 1986 года работает в качестве сценариста и режиссера документального кино. Является одним из режиссеров, стоявших у истоков православного кино. Борис свои основные фильмы снял на киностудии «Отечество», где им создано более 20 лент у достойных призов отечественных и зарубежных кинофестивалей, в числе которых фильмы «И крест свой бережно несу», «Претерпевши до конца», «Слово о Софии», «Дар веры», «Россия, которую мы сохранили», «Забытая война» и многие другие. Здравствуйте, Борис! Очень рада встрече с Вами! Да, я думаю, чрезвычайно рад. По образованию Вы художник-график, но всю свою жизнь Вы занимаетесь документальным кино. Расскажите, почему? Понимаете, да, действительно, я художник, живописец. По своему образованию, значит, очень долго выставлялся в залах московского авангарда. Такой в Москве существовал достаточно обширный андеграунд. Мы были ориентированы на новые модернистические авангардные течения Запада. И мы оказались не только оторваны, но еще мы оказались в полном, ну, так сказать, теоретическом, эстетическом и философском, как бы, невезенье. Когда понял, что я пришел в какой-то тупик, не искусства неродственного, не искусства неблизкого, как на самом деле, вот, я стал искать какие-то вышеды для своей творческой энергии. А в то время, в 60-е, 70-е годы, все-таки главным искусством, в прямом смысле народном, было кино. Кино, оно то, что называется, говоря умным словом, синкретическое искусство. Искусство, которое собирает в себя все другие виды искусства. Это впитывает в себя и театр, и литературу, и поэзию, и музыку, и пластику, и живопись, само собой. Понимаете? И вот оно всегда, кино, оно все время балансирует на каком-то своем уровне, какое из этих видов искусства будет на переднем плане. Вот, допустим, когда появился звук, то, естественно, литература стала как бы главенствовать. Когда не было звука, то на первое место все-таки выходило. Там живопись, там фотографии, театр. То, что художник приходит в кино, это органично и правильно. Понимаете? И живопись в данном случае, в этом раскладе, она занимала одно из центральных мест. А был ли у вас опыт игрового кино? Знаете, я вошел в кино как автор игрового фильма. Я, когда уже понял, что накопилось определенное количество таких зрительных образов, которые можно было воплотить на экране, я стал писать сценарий игровой. А тогда уже понял, что всегда изображения, которые есть на экране, это очень маленькая часть того, что стоит за экраном. И то, что на экране не показано. Это вот такой некий знак-символ, в который впитывает себя, метафора такая, в который впитывает себя огромное количество действительности, которая стоит или за экраном, или перед экраном на самом деле. То есть перед экраном почему? Потому что должно включаться сознание самого человека. И на самом деле фильм происходит не на экране, а в голове. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому вот это пространство перед экраном, оно должно быть полно смысла. Включение активного сцепления зрителя с экраном. И вот это всё время какая-то такая душевная, духовная, интеллектуальная работа должна происходить. И вот это стремление к синергии, если можно так выразиться, привело вас к православному кино? Почему вы выбрали это направление? Понимаете, я уже в это время был выцерковлённым человеком. То есть я уже знал церковь, знал службу. Уже достаточно долго там присутствовал. Уже все какие-то сомнения по отношению к вере, к её канонам, к её мировоззрению. Уже всё это было переварено за это время. Это тоже был непростой. А что значит православное кино сейчас, в настоящее время? Это не обязательно кресты, батюшки и бабушки, которые ставят свечки. Понимаете, православное кино – это православное мышление. Это православное видение мира. Это можно про что угодно с ним. Абсолютно про что угодно. Абсолютно про что угодно. Просто это кино, которое не эксплуатирует эстетику греха. Понимаете? Потому что вот это вот сейчас, это эстетика, эстетика безобразного. Она просто разлита. И существует такая подмена. Она существует, серьёзный обман. Что если тебя дёрнули за нервы, вроде как и художественно. Вот это безобразно и художественно. Не то, что поменялись местами. Они как бы через знак равенства существуют. Вон там, в этом фильме ужасов, там что-то такое ужасное произошло. У тебя, так сказать, нервное такое возбуждение произошло. Вот это и выразительно. Понимаете, в чём дело? А православное кино, оно не эксплуатирует вот этот негативный взгляд на мир. Наоборот. Как там сказано? Если око твоё чистое и всё тело твоё чистое. В вашей фильмографии есть фильмы и о войне. «Забытая война», «Трагедия», которую мы не видели, «Пасха 1945 года». Почему вы поднимаете эту тему? Вот эта трилогия, которая у меня родилась в России, которую мы сохранили, это жизнь России до Первой меры войны, до 2013 года. Вот последние кадры, которые я использовал, это от 2013 года. Потом Первая мировая война, а потом уже Гражданская война. Мне хотелось показать слон эпохи непредвзято, абсолютно без всяких установок своих внешних, внутренних или других. Просто на той хронике, которая была. То есть мне хотелось перенести зрителя, ну, грубо говоря, на сто лет назад. И чтобы он увидел мир и происходящее событие глазами тех людей, которые это снимали. Как они видели. И вот этот вот процесс, что меня увлекал? У меня увлекало именно вот это. Через малое можно было увидеть огромное пространство того, что, как я уже говорил, находится вне экрана. И в этом году на Международном фестивале киноассамблеи на Днепре был представлен Ваш фильм «20-е, 20-го, в 21-м». Также этот фильм построен на документальных кадрах и различных игровых фильмах. Вот в чём была идея такого подхода? Этот фильм, он сложный фильм в смысле вот какого-то отношения к истории. Сложный фильм о отношении человека и к человеку, и к обществу, и к развитию. Вот эта грань ломки на самом деле. Ломки цивилизации. Понимаете, для меня это очень было важно, что это какой-то последний пик, последний грань, за которую начнётся другая. По крайней мере, попытаются эту цивилизацию сломать. Попытаются её сделать совершенно другой. Но тогда-то это не удалось сделать. Сейчас поле борьбы добра и зла – это история. Потому что сейчас истории нас унижают, заставляют там каяться, вдалбливают чувства собственной неполноценности, отторжения от этой истории. Главное, чтобы человек остался без прошлого. Понимаете? Вот в чём дело. Чтобы он остался один на один с чем-то или с кем-то. Только один на один. Но прошлое – это мы. Это целое. Это и корни, и традиции, и что хотите. Обрубив это, ты беспомощный. Вот в чём дело. И поэтому для меня, для меня, вот этот момент сохранения истории, как её можно сохранить? Как её можно… Чем мы можем против… Что мы можем противопоставить вот этой вот борьбе? Только любовь к своей стране, любовь к своей истории. Благодарю вас, Борис, за такой душевный разговор. Очень хочется, чтобы историю не перекручивали, а документальное кино было правдивым и ценным для потомков. Всего доброго вам. Спасибо. Сегодня мы говорили о кино, о жизни, об исторической правде со сценаристом, режиссёром-документалистом Борисом Кореницыным. Сергей Тимофеевич Аксаков Классик русской литературы и председатель Московского цензурного комитета. Он вошёл в историю не только как выдающийся писатель и мемуарист, но и как видный литературный и театральный критик. Среди его произведений – знаменитая трилогия «Детские годы» Багрова внука, семейная хроника, воспоминания, записки охотника и сказка «Оленький цветочек». На этой неделе исполнилось 230 лет со дня рождения писателя. О его жизни и творчестве в нашем сюжете. Сергей Аксаков родился в небогатой, но старинной дворянской семье. Его отец служил прокурором Уфимского земского суда. Род Аксаковых, или Оксаковых, как звали их в старину, был древен и восходил к знатному варягу, переселившемуся в XI веке на Русь со своей дружиной. Были среди Аксаковых бояре, воеводы, генералы, но самым знаменитым стало имя Сергея Тимофеевича Аксакова, русского литератора. В доме Аксакова счастливо сочетались европейское просвещение с нравственными и религиозными традициями. С детства родители привили будущему писателю любовь к литературе и театру, и искусству в целом. Учился он в Казанской гимназии, затем в Казанском университете. Перебравшись в Петербург, он поступил на службу в комиссию по составлению законов, служил в Московском цензурном комитете. Был директором Константиновского межевого института, который за время директорства Аксакова, между прочим, стал одним из образцовых учебных заведений. Позднее, уже переехав в Москву, он был цензором Московского цензурного комитета и сотрудником журнала «Московский вестник», а также известным театральным критиком. Своё литературное призвание Сергей Тимофеевич осознал очень поздно и первые книги написал, когда ему было уже далеко за 50. В эту пору он уже был отцом многочисленного и дружного семейства, гостеприимным хозяином дома, куда съезжалась вся литературная, театральная и музыкальная Москва. Друзья, а среди них был Гоголь, Тургенев, молодой Лев Толстой, восхищались рассказами Аксакова-старшего о русской старине, о семейных преданиях, о красоте земли, которую он, страстный охотник и рыболов, знал как никто. У Аксакова была большая дружная семья, четверо сыновей и шесть дочерей. Женился он рано по большой любви на Ольге Семёновне Заплатиной, дочери суворовского генерала. Эта умная и образованная женщина всю жизнь была главным советчиком, первым читателем и литературным критиком Аксакова. В 1837 году Аксаков стал наследником большого имения в Оренбургской губернии, но позже семья Аксаковых поменяла его на подмосковное имение Абрамцева. Там, в тихой уединенной усадьбе, отойдя от служебных обязанностей, Сергей Тимофеевич активно включился в литературную деятельность. Этому обстоятельству способствовала дружба с Николаем Васильевичем Гоголем. Он настаивал на том, чтобы Аксаков, обладавший замечательным даром рассказчика и декламатора, взялся за перо. В своих книгах Сергей Аксаков просто рассказал о том, что лучше всего знал и любил. Тому, кто хочет узнать, какой была Россия в старые годы, надо прочесть книги Аксакова «Семейная хроника» и «Детские годы» Багрова внука, служащие продолжением «Семейной хроники». Писатель, ничего не выдумывая, неторопливо и просто, повествует об истории своей семьи, о том, как в согласии со всем Божьим миром жили и люди, старинное русское уездное дворянство, знавшее толк и в работе, и в веселье, и во всяком деле. Широкую известность приобрела сказка Аксакова «Аленький цветочек», помещенная им в приложении книги «Детские годы» Багрова внука. Сказку писатель посвятил своей маленькой внучке. Успех автобиографической трилогии был необычайен. Любовь к русской истории и литературе привил Аксаков и своим детям. Константин и Иван Аксаковы стали известными публицистами и общественными деятелями. Григорий Аксаков – Оренбургским, Самарским и Уфимским губернатором, самым честным губернатором Российской империи, по словам современников. А дочери Вера, Надежда и София Аксаковы оставили богатое эпистолярное, художественное и литературное наследие. Для творчества судьба выделила Аксакову совсем немного времени. Писатель умер, не завершив всего, что задумал, но и того, что он успел, было довольно. После себя он оставил талантливое потомство, добрую память и прекрасные, ставшие хрестоматийными, произведения. На этой неделе в Москве открылся второй международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину», посвященный жизни неслышащих людей. Он создан для выявления и поддержки талантливых кинематографистов среди слабослышащих людей со всему мира. Фильмы-участники призваны менять отношение общества к людям, имеющим неординарную культуру общения на жестовом языке и показывать, что каждый человек в мире ценен как личность, независимо от его особенностей. В течение трех дней на фестивале будут представлены российские и зарубежные фильмы, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей. Ленты на жестовом языке и работы, созданные самими неслышащими кинематографистами. Все фильмы озвучены и снабжены субтитрами. Среди представленных картин киноленты из России, Украины, США, Великобритании и других стран откроет фестиваль лауреат премии «Оскар» – картина американо-бельгийского производства «Звук металла», о потерявшем слух барабанщики рок-группы. Кинолента стала двукратным лауреатом премии «Оскар» в 2021 году. Помимо конкурсных показов, программа включает выставку работ неслышащих художников и фотографов, отражение тишины, а также встречи зрителей с продюсерами, режиссерами, актерами и художниками. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Будьте внимательнее к тем, кто рядом. А я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова